здравствуйте как поживаете да нормально полтавская область вы откуда на какие темы общаетесь например история политика спорт это моё о чем вы хотите общаться история история политика спорт я знаю что русские истории не знают это уже для меня не секрет историю пишет победитель не ну понимаете если если была полтавская битва или куликовская битва она была дата силы сторон кто с кем бился история эта проститутка но извините меня проститутка ее делают политики ну правильно помните была битва даже не то что приялась дункеркское сражение помните 40 высадка с начала 40 до нет ни сороковой 40 начало 40 не помню какой там 49 не в этом дело дело в чем высадились англичане получили там людей и от пыли обратно получили до хороших получили но возможность им да возможность сняли какой видели видел очень мрачный очень неприятный фильм фильм о героическом бегстве с поля сражения это да понимаете потому что все фильм какой-то ли мы не знаю после после черного ястреба после всех этих новых эпических военных ну такую херню снять неудачно его сняли ну как можно снять удачно поражение причем такое разгромное не ну извините вы 300 спартанцев смотрели двое суток двое суток конечно знаете из той же плоскости вот два дня леонид 300 спартанцев стояли насмерть и не 2 и не 300 и так далее так далее но это дало возможность уйти греческой армии и потом надавать как как вы говорите люлей персом я про что про то что они конечно проиграли и конечно не было цели сдержать натиск персидской армии и они ее выполнили с честью да и проиграть ну как бы они даже не столько проиграли сколько их уничтожили это насколько было малое число людей что остальные которые отошли смогли обзурпироваться и потом разгромить персов и с дюнкерка да когда героический проигрыш примеры того как пишется мире героизм чем в том что успели мне в принципе как и греки у одних это было как это было стратегическое отступление а у других бегство с поля боя по моему так у одних героизма у других по фиге не рассчитали каждый каждый для себя сюда я вот а вы говорите что там с историей история вплоть до динозавров каждый интерпретирует те или иные ну динозавра уже не история это уже палеонтологии когда крым вернется в украину такой это сложный вопрос может никогда может быть все зависит от ситуации ближайшее обозримое будущее не вернет которое я могу объявить своим взором что вас подталкивает на такую мысль объясню все предпосылки давай не рекламируйте очень весомый давайте вот посмотрите все русские с кем я не общаюсь у кого доходит до таких трений до что нам ваши до что нам ваши санкции вот они что рассказывают санкции россии как-то по боку ну ну ротенбергом и вот этим всяким олигархом это же перекрывает клапан перекрывает они не могу они не могут зарабатывать деньги благодаря этим санкциям это путин такой освободитель объединитель русских земель а тяпал он значит крым да а этим ротенбергом она этот крым во что впирается в госзаказы то что они не могут зарабатывать деньги да они на нем зарабатывают взять этого путина они они на крыме зарабатывают огромные деньги смотрите они на крыме зарабатывают огромные деньги на доме на на час 300 миллиардов рублей какие-то прекрасные деньги дороги какие-то один мост сколько можно было продать нефти архи русские олигархи они имеют бабки за счет торговли торговлю санкции перекрыли какую в россии перестали зарабатывать деньги окей что перестали покупать в россии что перестали покупать в россии я же говорю нефти а например который можно продавать купили нефти в два раза больше чем в девятнадцатом откройте википедии почитайте откройте там информационные сайты почитайте там почитаю но они о них смотрите я вам я вам вот на пальцах объясню смотрите заводы соединенных штатов рассчитаны на нефть среднего класса то есть нелегкую и не тяжелую на смесь легкую нет соединенные штаты а добывают на своей территории из сланцевых месторождений и б возят из саудовской аравии нефть нефть они не покупают газ нефть нефть у них есть они хранят на будущие времена они там отжали вера к смотрите вы просто не перебивали легкую нефть они добывают на своей территории и покупают саудовской аравии тяжелую нет они должны покупать где-то чтобы получать смесь потому что нефтеперерабатывающие заводы кроме бензина должны получать еще и могут вырабатывать мазут битом и прочие вещи легкой нефти этого нельзя поэтому они откуда могут взять легкую не тяжелую в данном случае это из венесуэлы или из ирана и на тех и на других они наложили санкции понимаете поэтому единственное что им остается теперь исключительно это покупать эту нефть в россии потому что на россию пока что санкции по поводу нефти они не наложили и поэтому наша нефть бренд сейчас стоит уже там выше 32 долларов и сколько бы американцы своей нефти не добывали нефти бренд не им все равно будет не хватать просто не банально не покупают реагирует ну вы просто не слушали здравствуйте привет как вы сегодня общаетесь удается удается почему не удается ну знаете разные дни бывают иногда вот придешь сядешь вечером а тут там то дети то какие-то неприличности и от детей не было еще не встречал но это вам повезло как всегда какая у вас тут любимая димана франкет это запада и таким и слушать и вот у меня есть к вам вопрос тогда надо и откуда будет из санкт-петербурга я тут знаете новость про что может это не совсем к вам конечно но может вы про про это на окна да нет ну к вам в плане может вы просто знаете теме у нас в новостях я прочитал новость что суд киеве запретил переименование московского проспекта проспект бандеры вот такое читали слышали до окружной счет киева и с чем это связано как вы думаете ну я думаю что ваши там проплатили опять мы вам виноваты слушайте будет еще апелляция такой я думаю третий раз я понимаю может они не президент уже есть указ на что распустить суд или что-то где-то с понедельника и вторника не чётчей распустили су-то а у вас президент имеет право судей распускать а почему не имеет он их назначало у нас президент назначает судей президент это исполнительная ветка власти а судья судья судебная то есть одна другую располняет это по моему называется это как она узурпация власть имеет право некоторые студии главный студии президент а там совет совет судьи украины но президент имеет рада национальной и обороны имеет право наложить там и будут они будут создавать новость ну который им подойдет не не какой-то там а который для нибудь но я думаешь я думаю что да этот счет президент вас устраивает вот как и как президент ну немножко начал устраивать я был очень недоволен сейчас сейчас получше да уже встает ну да и он же президент немного научился я понял то есть он сейчас вот я так понимаю судьи поменять такое дело не справиться вы же ним 2 пустая но это понятно то есть он сейчас вот это судей поменяет на тех кто будет к нему лоялен да и начнет это принимать решение судебные как ему на не по закону а не знаю там конкурс там конкурс а он не лояльных выберет не знаю будем видеть хорошая правильная позиция надо как бы взвешено согласен с вами правильно нужно посмотреть да понятно вообще знаете все удовлетворяю ну да 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 я как бы услышал вас что отключился может быть это будет